Разнообразие техник и форм. От масляных шедевров реализма до графики и акварельных картин. Здесь, в залах галереи Винсен, снова выставка необычного формата. Работы Калинникова Александра Владимировича. Это один из первых художников нашего союза 10 лет назад. Они организовали Рязанское отделение союза в Рязани. И вот он уже у нас ветеран, можно сказать. А с основания союза их было 3 человека всего. Потихонечку мы сейчас приблизились к цифре 70 человек. После долгого перерыва, связанного с карантинными ограничениями, галерея открыла свои двери экспозиции, способные вдохновить тех, кто давно хотел начать, но не решался. Ведь многие из представленных работ написаны не профессиональными художниками, а теми, кто не получив специального образования, просто решил, что хочет и принялся постигать тончайшие грани искусства. Мы, конечно, это все делаем не только, скажем, для всех, кто хочет прийти. В первую очередь мы это делаем для наших воспитанников, которые, естественно, учатся не только на уроках, но и глядя на работы таких вот художников. Здесь очень много художников, которые не имеют художественного образования, в этом союзе есть. Они просто, скажем, в свободное от работы время занимаются вот такими вот делами. И это все, конечно, выглядит потрясающе. Не отличите вы здесь абсолютно, кто имеет художественное образование, а кто нет. Легко ли научиться рисовать, если детство давно позади? Реальная жизнь – это работа учителем, бухгалтером, предпринимателем, кем угодно. И все это вообще никак не вяжется с тем, чтобы прийти на занятия, начать в буквальном смысле с чистого листа и поверить в себя. Однако те, кто справляется с этим препятствием в своей голове, спустя некоторое время способен создавать настоящие шедевры. Мне очень нравилась всегда природа. Мне очень нравилось. Я любила смотреть закаты, восходы. Вот как-то так сидела, смотрела на такие облака чудесные. И мне так захотелось научиться рисовать. Вот это если бы можно было как-то нарисовать. Немножко времени больше стало. Мы со знакомыми вот пришли сюда, в эту студию, и стали рисовать. Что меня здесь удивляет, что приходят люди на нулевом уровне рисования. И учатся здесь рисовать. Главное, что у всех получается. На выставке в галерее можно увидеть акварели Анны Монастыревой, художницы, которая помимо творческой деятельности ведет занятия по живописи у взрослых. Все уже сложившиеся такие личности, все разные. И поэтому интересно взаимодействовать. Учить легко. То есть меня понимают с полуслова. Единственное, взрослым не хватает детской смелости, чтобы взять и раскрепоститься. Они немножко осторожничают. Обучение взрослых начинается с гуаши. Затем переходят к более сложным материалам. Масло или акварель. Изучают техники и правила. Постигают законы построения натюрмортов и пейзажей, композиции. И впоследствии, возможно, сами становятся участниками настоящих выставок. Но самый главный результат, по признанию взрослых учеников, в том, что занятия с живописью помогают жить в это непростое для всех время. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».